Перетренированность – это состояние, когда организм не может переварить ту нагрузку, которую вы ему даете. И выходов здесь два. Первый – устранить факторы, которые могут мешать восстановлению. Например, увеличить количество сна или улучшить его качество. Или нормализовать питание и поступление всех питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Часто в этом тоже может быть проблема. Когда организму просто не хватает базовых витаминов, вы можете чувствовать постоянную усталость и снижение работоспособности. Лечится обычными комплексными витаминами и микроэлементами. Ссылку на те, которые беру я, вы найдете в описании к ролику. Также есть множество других факторов, которые могут замедлять восстановление. От приема алкоголя и других вредных привычек до модальной нехватки белка. И как бы странно это ни звучало, такие вещи довольно часто лечат перетренированность. Второй способ выйти из перетренированности – это просто снизить нагрузку. Например, уменьшить количество отказных подходов или сделать их мягче. Либо в целом сократить количество рабочих подходов и объем тренировки. Либо увеличить количество дней отдыха между тренировками. Не устану рассказывать об эксперименте, который я провел еще в 2017 году, когда собрал в одну группу парней, которые были в состоянии застоя, и просто перераспределил нагрузку, увеличив время отдыха. И все начали прогрессировать. Собственно, ссылку на статью с этой программой я оставлю в описании. Можно сказать еще кучу умных слов, но третьего здесь не дано. Если вы не можете восстановиться после той нагрузки, которую даете организму, нужно просто ее сократить, либо увеличить отдых. В описании к этому ролику вы найдете ссылку на мой телеграм-канал, мои программы тренировок, рекомендации по спортивным добавкам и другую полезную информацию. Переходите в описание и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока!